Гранатовый маньяк появился в Сормовском районе. На улице кораблестроителей некий гражданин строго по расписанию. В одно и то же время, в одни и те же дни недели, с верхних этажей многоэтажного дома сбрасывает бутылки из-под гранатового сока. Опять же, система всегда из-под гранатового сока. Жители составили расписание гранатовых бомбардировок. Мы только фиксируем, то есть это, по-моему, понедельник, среда и пятница, определенные дни, 21 с копейками. Происходит, мы только слышим такой грохот, и работает какая-то сигналка. Соответственно, он упал, уронил, ну, не уронил, он куда-то метко бросил какой-то автомобиль. Он идет в магазин, покупает сок, вот сняли его в лифте, выпивает сок и бросает вечером в одно и то же время. Мы единственное переживаем, да, так как у нас дети, если у него вдруг график переклинит, он не в 9 часов вечера, а он, например, с утра. Да, дети могут гулять не только здесь, но и там. Мы боимся, что нам на голову прилетит, машину мы туда не ставим. Нет, она стоит, конечно, от нас с той стороны, но не в зоне, не в поле боя. Написано много заявлений, больше 10 машин уже побита. То есть вот люди, которые живут с ним на этаже, они даже боятся подписывать заявление. Потому что, ну, понимаете, человек это делает тихо. То есть что от него ждать, внешне он ведет себя как нормально, адекватно. И он отрицает. Здрасте, Владимир Ильич, подскажите, пожалуйста, у вас в соседях говорят, что у вас в доме человек, мужчина кидает сверху бутылки с гранатовым соком. Не знаю. Говорят, это вы. Нет. А можете, подождите, мы с вами побеседуем для сих пор. Мне некуда. Но почему вот, то есть из вашей квартиры они постоянно летят? А будет наш, нет, знаю, из какой квартиры летят. Какая у него мотивация, мы не можем понять. Да, я думаю, да, действительно, что-то у человека в голове переклинило. Потому что не просто так. Я думаю, здоровый человек не будет тогда этого. Ну, подскажите, пожалуйста, соседи говорят, что вы бросаете какие-то бутылки. Не знаю, что не бросать. А вы любите сок гранатовый? Один, тот же продукт, гранатовый сок. То есть люди, я тут смотрела комментарии в группе, смотрим, там уже какие-то бутылочки, баночки вставляют, где-то остатки. Ну, она достаточно такая крепкая бутылка. То есть она нам повредит автомобиль, но может сама не разбиться. Это логически, если выстраивается, возможно, это лично опять же мои догадки. То есть, возможно, может быть, человек когда-то участвовал в боевых действиях. И грех, конечно, так говорить не может быть. Крыша поехала на этой сфере. То, что вот он берет именно гранатовый сок, бутылку и вот, возможно. Кстати, как сообщили нам в полицию, поступили уже более десятка заявлений. Уголовное дело по данному факту возбуждено. И конкретный подозреваемый также имеется. Субтитры создавал DimaTorzok